Сто лет назад Самара была не только купеческим городом, как это принято считать, но еще немного дворянским и мещанским. Городские обыватели, ремесленники и мелкие служащие до революции были самым многочисленным сословием Самары. Чем они жили, как одевались, о чем переживали и на что жаловались властям, рассказывает слушателям. Доктор исторических наук, преподаватель Самарского университета Зоя Кобозева на бесплатной пешеходной экскурсии «Мещанские истории». Это уникальная, совершенно научно-исследовательская такая тема, которая малоизвестна, которая рассказывает о традициях города, в котором в божественной и правительственной воле Екатерины II было создано городское общество. И вот про историю этого городского общества, про историю людей, их нравов, обычаев, я и поведу рассказ дальше, перемещаясь от лекционной площадки к лекционной на улицах до самой керхи. Формат пешеходной экскурсии нестандартный. Это скорее мини-лекция в городских декорациях. Потрясающая экскурсия. Огромное спасибо вообще и организаторам, и тому, что проводятся такие мероприятия. Поэтому глаза горят. Очень чудесно, что много людей, несмотря на погоду, несмотря на то, что, знаете, большое количество мероприятий, хочется посетить и одно, и другое. Очень-очень интересно. Спасибо большое. В рамках акции «Ночь музеев» для горожан и гостей Самары организовали бесплатные пешеходные экскурсии по 35 маршрутам. Слушатели узнали об архитектурном облике города, знаковых исторических местах, о религиозных зданиях и тыловых буднях запасной столицы. Для удобства всех желающих курсировали бесплатные экскурсионные автобусы. Я приехала в отпуск, я первый раз в Самаре, и хотелось посмотреть город. И когда я готовилась к поездке, обычно готовлюсь, вот я узнала, что будет такая интересная программа «Ночь музеев». И, естественно, сначала хотелось посмотреть город. И, собственно, я села в этот автобус, я уже проехала почти весь маршрут. Очень интересно, можно и послушать экскурсию, и пофотографировать. Мне очень понравился город. Действительно, могу рекомендовать всем, кто хочет увидеть настоящее купеческое Поволжье и всю вот эту архитектуру, сюда к вам приехать. Экскурсионные автобусы для «Ночи музеев» запустили в прошлом году, и такой формат оказался востребованным. В этот раз прокатиться в сопровождении аудиогида можно было от самарского филиала Третьяковской галереи до площади Дзержинского. Автобусы доставляли желающих к основным точкам акции. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.